Да, вот он, Nikon D850. Маленький размер не позволяет так легко и удобно работать с хорошим агрегатом. Какие вы мне ниже ватерлинии наберите? Привет, собака! Я понял тебя. Ну, если надо им провести тест, ты посоветуй. То ли я не понимаю, почему до сих пор Canon не сделал такую же фишку. Ну что ж, дамы и господа, мы наконец-то добрались в нашу рабочую программу Capture One. Эту камеру невозможно найти ни в одном магазине Украины. Мало того, этой камеры нету даже у центрального предстоительства Nikon. Это ваши девочки, да? Девочек пофотографировать можно, да? Конечно, можно. Я вас знаю, боже, я вас фанат. Это вы нам гадость вязали в комментариях, да? Понадобная. Люди, которые покупают эти камеры, они далеко не фотографы, они занимаются более серьезными делами. Поэтому в целях безопасности мы изменим голос, изменим имена. И я хотел бы представить вам этого человека, счастливого обладателя. Я прям честно даже завидую немножко. Это Вадим. Вадим, у меня есть к вам один вопрос. Почему Вадим учил трек? Как вы догадались до такой жизни, что вы приобрели себе столь дорогой аппарат? Задумал и купил эту камеру. Скажи ты, пожалуйста, Вадим, не было ли гонений со стороны государства и налоговой по поводу вот такой вот дорогой покупки? Я им об этом не сообщал. Вам наверняка завидует официальное представительство Nikon, потому что у них действительно нет этой камеры на тест. Я у них спрашиваю. Ну, если надо им провести тест, ты посоветуй. Компания Nikon Украина. Если вдруг вам нужна камера Nikon D850 на тест, обращайтесь, пожалуйста, к нам. Обращайтесь на наш канал. Мы вам с радостью ее предоставим. Камера по своему разрешению приблизилась к среднеформатной камере. 46 мегапикселей, если мне не изменяет память. Каждый, кто купил эту камеру, автоматически банкротится на супертолстые карточки, на новый компьютер, потому что старые ваши дрова не потянут, такие огромные объемы. То есть нужно полностью жизнь начинать с чистого листа. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы не будете скучать по шумам? Я знаю, что в этой камере их уже нету. Вам пришлось раздражаться. Друзья, в этой камере действительно нету шумов. Просто их искоренили подчистую, вырезали все шумы и осталась только чистая и прозрачная картина. Друзья, на этом мы сделаем легкий затм. Что вы снимаете? Я вам сейчас расскажу. Мы сначала снимаем, а потом рассказываем. У нас такой есть. Как зовут? Никон. Спасибо большое. Вставай и снимай, подписывайтесь и ссылочка в описании. Можно его как-то раздражать? Бэтмон и роберт. Друзья, это Никон, да. Вот он, Никон D850. Это фантастическая камера, выполнена полностью из магниевого сплава. Это просто фантастика. Здесь нету необходимости в каких-то лючках и крышечках, затворчиках. Это все лишнее. Это слабаки пользуются такой фигней. Друзья, спасибо вам за шутки. Но мне не поверят, да, что действительно такое у нас есть. Вот. У нас тут сплошные Никонисты вокруг да около. Никон не стесняется добавлять веса в свои камеры. И они действительно увесистые. То есть, это такой хороший, настоящий инструмент для самообороны. В рамках этой реконструкции мы прогоним эту камеру по всем ее параметрам. Сегодня пока еще подготовка. Мы также ознакомливаемся с камерой. Завтра мы будем смотреть в динамике, в движении, как будет отрабатывать камера. И как она будет бороться со всяческими пересветами и вытягивать по динамическому диапазону. Что-то оно не сильно вяжется под это... Пуцей? Нет, под форму. Должно быть что-то другое. Так, вы за кого? Эркекео! Есть. Фантастика в том, что режим переключения автофокуса мануальный и автоматический. Просто шикарный. Одним движением кнопочки. Щелк, 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 щелк. О-о-о, мне так нравится, как они быстро бегают, это капец. Солнце, шикарно вообще. Сколько ты говоришь про бег? Миллион? 960 тысяч. А ты не пробовал отключить функцию серийной съемки? Я не умею. Не умеешь? Палец западает. Палец западает. Какие вы меня еще в отыгрыни наберите, потому что я босиком. Не-не-не. Мы в процессе вечера. Вы давно Заполяков реконструировали? Ну да, уже где-то лет 5. И что у вас там? Даже не шнапсик? Нет, кофе. Вечерний кофе, как в всем благородных домах Европы. А что это за казка? Что это за интересное? А это же вообще хит. А это что за разукраска? Да мы бы и береты. Эти значки просто наклеены? Нет, это мы объездили 34 страны на этой машине. На вот этой машине? Да, вот с этой собачкой. Привет, собака! Я понял тебя. В прошлом году в Африку ездил на ней, в Марокко. На вот этой машине в Африку? Это просто какой-то прикол? Я в ней живу, я в ней готовлю хавчик. Тут есть душ, есть генератор, есть холодильник. Есть автономная печка. Как зовут собачка? Валера. А сколько Валера стран прошел? Ну вот, столько Таурия, столько яс, столько... Все прошло. Ну конечно, я без него никуда не езжу, он всегда со мной. Что мне безумно нравится в этой камере, это подсветка кнопочек. То ли они запатентовали, не канисты, то ли я не понимаю, почему до сих пор Кэнон не сделал такую же фишку. Подняли ИСОшечку до 8000, вот, будем пробовать жарить. В описании можно будет качнуть и рафчики, и джипэжики. У нас сегодня второй день, официальное открытие реконструкции, посвященную Дню Победы. И мы идем в бой с длиннофокусной оптикой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хочу сказать, что автофокус меня очень радует. Мы еще пока глубоко не оттестировали, но то, что сейчас происходило, и вообще режимы смены фокусировки. Нажал кнопку, покрутил, дальше снимаешь. То есть не отрываешься от съемочного процесса. Вопрос перехода на беззеркальную камеру пока остается открытым. Маленький размер не позволяет так легко и удобно работать с хорошим агрегатом. Мы в самом разгаре реконструкции. Снимаем, снимаем. Да, да, снимаем, снимаем. Как называется эта машина? А-67. Это ГАЗ-67, да? А-67Б, машина выпуска 43-го года. Мы посмотрим, как отрабатывает автофокус камера Nikon D850 в движении, в сложных условиях, на максимально длинном конце, на 200 миллиметров. Заодно и проверяем, насколько хватает буфера. Есть, спасибо большое. О, вот еще одни товарищи еду. Ну, давай посмотрим, хватит нам места или нет. Вообще, без проблем, на изи. Просто вообще автофокус моментально следит. Как зовут? Валентин. Валентин? Да. Друзья, загадывайте, подписчики, загадывайте наше желание здесь, потому что два Валентина. Нормально, отлично. И появилось ничего не больше. Абсолютно. Да, 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 да. И тут немцы наступают, вы сразу, опа, где, где, вот там. Тяжеловато вам с этой техникой. Хорошо. Так, так, остановились, вот, оп, оп. Да тягу гранату, можно? Секунду, тут уже надо перефокусировать. Вот так вот. Хорошо. А теперь вот оттуда еще, если можно, с этого, с края, со склона. Есть. Спасибо. Чтобы вы не сильно долго носили. Еще проведем несколько тестов, для того, чтобы понять, как на скорость работает. Потому что наш черноморец шел достаточно медленно, вот, поэтому не получилось угадать. Надо кого-нибудь, вот, динамичного, да. Отлично отработал. Как зовут? Дмитрий. Дим, давно уже в реконструкции? Да, 10 лет где-то. 10 лет? Может, даже больше, да. То есть вы уже тут собак... Я в Астралии занимаюсь первый год. Есть. Супер. Вообще. Спасибо большое. Спасибо. А чье это оружие? Это? Американское. Американское. Как называется? МТР ГРИС. ГРИС ГАН. Это был один? По-моему, это один был, да. А можно, сейчас я хочу сделать вам портретик для... Вот так, на себе, да? Вот, вот, хорошо. Есть. Все, есть? Да, спасибо. Да, без проблем. Ну, вот, пока по сегодняшний момент даже вот не могу. Хочу найти какой-то косяк, но пока не могу. Возможно, не самый идеальный автофокус в режиме видео, но в режиме фотографии, ну, пока это очень офигенная камера. Сидеть. Я вообще... В полевых условиях заряжаем батарейку. Классика жанра. Не взяли, в машине оставили батареечку. Но мир не без добрых, не без добрых людей. Мало того, что у человека Nikon, так он еще подписан на наш канал. Это же очень здорово. И буквально последние амперы заливаем в нашу батарейку и начинаем. Фотограф побежал. Фотограф, не стреляйте фотографа. Что он сейчас будет делать? Бросать объектив. Давай, девочка, стрельни на длинном. Что вот это за грибы? Разрешил. Эти кнопочки, они офигенные просто. Ну, кто придумал такую крутую штуку? Когда просто нажимаем на кнопочку, и оно фокусирует. У них можно перенастраивать, но по большому счету это по два пальца. Взял либо так, либо так, и фокусируешься. А здесь просто уже дорабатываешь потом пальцем. Ну что ж, ребятки. На этой победоносной ноте я бы хотел сказать, что камера Nikon D850 победила и покорила меня. Я старался быть максимально непредвзятым. Я старался быть максимально объективным. Я еще раз повторюсь, мне эту камеру дали на тест. Не компания Nikon. Я не должен был ни перед кем отчитываться и рассказывать о том, что она супер офигенная. Просто возьмите и попробуйте, чтобы я не был голословным. Возьмите где-нибудь на прокат. Я думаю, что через года два она появится в прокате и в нашей стране. Камера реально очень достойная уважения. А мы погнали. Чао. Ну что ж, дамы и господа, мы наконец-то добрались в нашу рабочую программу Capture One для того, чтобы погонять файлики и посмотреть, что же из себя представляет сырой материал на Nikon D850. Друзья, отдельно хотелось бы пройтись по стеклам. Это Nikorovские стекла последних версий 70-200 третьего поколения с невероятно безумным стабилизатором. Я вообще был в диком восторге от этого. И вот этот вот редкий товарищ 58 миллиметров 1,4. Очень красивая боке. Камера, ну не камера, а стекло достаточно резкое. Ну, плюс-минус такое же, как и полтинник на Canon. Ну, то есть, вот я на 1,4 приближаю, и все здесь окей. По динамическому диапазону я нашел одну картинку, которую я засветил. Это как раз было первое знакомство с камерой. И мы пробуем ее вернуть обратно, эту картинку. Я думаю, что вот здесь информация, наверное, не вернется. Но сейчас мы посмотрим. Вот я закрутил, убрал по максимуму пересветы. И вот здесь, в этом месте, я думаю, что здесь информации нет. Вот на вот этих самых ярких участках она здесь пересвечена. То есть, даже если я закручу еще сильнее, то вот эти вот места будут немного выбелены. Ну, не так, чтобы прям совсем критично, но немного есть. Ну, и закрутили мы, как вы видите, 3,14, это достаточно много. Вот здесь на заднем плане здание, ну, в принципе, прорисовалось. Ну, опять же, вот эти вот места, которые к солнцу повернуты, я так думаю, что они засвечены, если это здание не белое. Вот. Но какого-то криминала я здесь не вижу, учитывая то, что закрученная экспозиция, ну, достаточно прилично. Здесь мы тестировали стекло 14 мм, которое безумно мне понравилось за счет своих прямых углов на самых крайних положениях. То есть, нету бочкообразности. Это аналог каноновского 14 2.8, который стоит просто космических денег. А это 14 35 2.8. Это стоит еще более космических денег, этот объектив. В вечернее время, вот тут у нас, ну, 500, 500 ISO, это вообще ни о чем для этой матрицы. Ну, то есть, тут даже ни о чем говорить, там шумов практически никаких нет. Мы сейчас идем дальше, ближе к вечеру. Мотоцикл снимали на 8000, а вот этот, сейчас, где-то там было, по-моему, 12 с чем-то. Вот, 12 800. Здесь, конечно, видно уже, что шумы поглощают и резкость. Ну, особенно, конечно, если человек сидит в углу. Чтобы вы понимали, это была кромешная тьма. На видео, я надеюсь, это было видно. И вот эти вот все, так называемые, закаты, этого ничего не было видно. На видео примерно была вот такая вот история. То есть, полностью черное небо и где-нибудь где там какие-то остатки заката были. Вот, здесь же мы видим на 12 800 еще картинку, из которой можно сделать фотографии. То есть, можно чутка подтянуть в тенях. Да, она будет шуметь, безусловно. Это 12 800. Но в крайнем случае, в экстремальном случае, эту картинку можно сделать и оставить. Да, программа Capture One по умолчанию зажимает все шумы, вот там на 50. Если их сейчас убрать, то будет дикий ужас. Тем не менее, я эту фотографию смог сделать на этой камере в кромешной тьме. Картинка снята на 8000. Это, я считаю, вообще абсолютно рабочая и соло, которым абсолютно можно не пренебрегать. И если буквально чуть-чуть подкрутить, получается достаточно приемлемая картинка. Вот с шумами, вот без шума. Это, я думаю, автоматические шумодавы в любых программах есть. И алгоритм работы у них у всех разный. На таком размере матрицы, если эту картинку вытащить в обычный режим, ну, я не знаю, для какой-то веб-версии 2500 или 3000 пикселей, этого вы вообще не увидите. Если вы никогда не снимали на Nikon и всю жизнь снимали на Canon, ну, либо преимущественно, то вас, возможно, удивят насыщенные цвета. Я это сразу выделил. Nikon отличается по цветопередаче. Ну, понятное дело, у каждого свое видение цвета. Каждый сам закладывает в программу обработку этих файлов. Вот. И я заметил, что он очень сильно накручивает зеленые цвета. Ну, я так понимаю, что Nikon берет тем, что показывает максимальную сочность и яркость этих цветов. Я бы, конечно, приглушил эти зеленые цвета. Ну, то есть, это можно сейчас скопировать на все фотографии, будет такая история. Вот. Но наша задача показать все, как есть, без прикрас. В принципе, скинтон по коже плюс-минус нормальный. Ну, чуть уходит в красное. Но, опять же, зависит от конкретного типа кожи, который можно смело прикрутить, либо убрать там, не знаю, в какой-то из оттенков. Ну, такой чуть-чуть сделать желтоватый и чуть прикрутить. Но, опять же, это не на всех фотографиях нужно делать. Это только на тех, где вот здесь, допустим, делать ничего не нужно. Здесь обычный такой цвет лица. Все снимали на автомате, никаких настроек не было, никаких кельвинов, ничего не подстраивали. Полностью все на автомате. На этой фотографии я сейчас покажу, какая она была в первозданном виде. Посмотрите, экспозиция закручена практически на три стопа по пересветам. Вот я возвращаю в первозданный вид, оставляю вот наш предупредитель пересветов. Вот такая фотография была у нас в начальном виде. Вот, и чтобы вернуть ей первозданный вид, мне пришлось вернуть, вернуться практически вот на три стопа назад. Чего никогда не будет на кропнутых камерах. Вот такого красивого рисунка. Это для тех людей, которые рассказывают, что нету разницы между кропом и фулл фреймом. Вот вам, пожалуйста, разница на лицо, на боке. Я бы даже так сказал. Я, ну, я бы никогда не перешел на кроп, учитывая то, что вот я лишусь возможности смотреть на вот такую красивую киношную картинку. К косякам за время теста я мог отнести разве что вот этот зеленоватый оттенок, ну, и вот такой вот сиреневатый оттенок вот лица. Это такая специфика подачи цвета Nikon. Вот здесь тоже, кстати, видно по лицу. Но это абсолютно не есть какая-то большая проблема. Здесь, кстати, тоже шагающие солдаты. Трекинг по широкой зоне с идентификацией лица. Много лиц, камеру водил как угодно, как попало. Но, тем не менее, он их находил, фокусировал и делал классные портреты. То есть, в принципе, всю работу делал за меня. Ну, такой внутренний встроенный интеллект. Почему он здесь выбрал по центральному человеку, а не по правому, не по левому, я не знаю. Но, тем не менее, хорошо, что выбрал и хорошо, что попал. Вот здесь он, наверное, что-то где-то замешкался, чуть-чуть не попал. К тому, что мне постоянно рассказывают, да вы не разобрались, да вы не нашли в настройках, да следящие там есть разные варианты. Да фигня это все. Камера, она либо работает, либо не работает. Как в варианте с Nikon. Я никогда в жизни не работал с камерами Nikon. Я с ней подружился за 5 минут. За 10 я уже с ней работал так же, как и с Canon. Вот это, как по мне, самый главный показатель, некий такой показометр качества и продуманности фотоаппарата. Поэтому мое заключение по этой камере это топовый продукт на сегодняшний момент. Мне очень сильно хочется надеяться, что на ближайшей выставке фотокина Canon выдаст нечто подобное, что-то, скажем так, в ответ. Я с вами прощаюсь. Ровно через неделю мы снова встретимся и будем тестировать уже другого зверька. Будем тестировать Canon, тот, который я очень сильно долго ждал и тот, который мне наконец-то попал в руки. Увидимся, пока. Есть, есть. Это у нас такой из-за кадра и бэкстейдж. Чтобы не быть голословным, Юра, перефокусируйся, пожалуйста. Мы специально наклеили сюда новую этикетку Nikon, написанной D850. Это, да, есть, да? Ну, там, если что, перебивочка есть вставим. Я вот так встану спиной, чтобы не сильно микрофон задувал. Друзья, знакомьтесь, это Дим. Вот. Самый аутентичный немец и самый профессиональный Nikonovod. Nikononist. 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 Ну, я не шарю, да, я знаю. Канонисты есть, еще и Nikonist, да. А ботиночки в 44-м украли, да? Размеры имеете? У немцев, у британцев. Вот сейчас я ее уже практически до дна испилипилил. Она офигенная, реально. Говно. Вот все снаружи здесь лежит и все, не надо никуда дальше ковырять. Не нужно разбираться в меню, не нужно что-то там выискивать, читать в интернете. Все, взял и как на гармонии. Ля-ля-ля, ты либо умеешь играть, либо не умеешь играть. Иди в жопу, говно. Сам 10 лет отходил. Механист сраный. Миллион оттарабанил на камере. Что значит не снимай? Я скажу, кто кричал говно за кадром. Вот он, фашист. А что вы снимаете вообще? Обзор 850. И моей камерой. Да, это обзор камеры, на самом деле, немецкой камеры. Nikon. Не, я разбираюсь немножко. Мы же не видео, да? Звук не пишем. Нет, ничего вообще не пишем. Наверное, не знаю. Это камера, которую я взял в руку, как гранату, и вот поливаешь, снимаешь. Камера, которая никогда в жизни не отвалится, если вот так вот махать руками. Камера, которой можно защититься на случай, если вдруг на вас будет нападать враг. Нас направили сюда. Надеюсь, колостыми стреляют? Ну, естественно. А кто это проверяет? Бог его знает. Проверяют. Проверяют? Потому что мы когда с Ющом тут тусовались, тут все оцепило. Блин, ты пишешь? Ничего страшного. Я не буду ничего говорить. Это же не канал, ты запарил. Это же не один плюс один. У меня такие фотографии с ним вообще шикарду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok